Всех приветствую, кто смотрит это видео. Продолжаю рассказ о пребывании в санатории «Золотой берег» Евпатории с 5 по 18 марта 2024 года. Добирала Симферополя из ЖД вокзала своим ходом. Есть видео, ссылочку я оставлю под видео. С 3 марта стал курсировать поезд Москва-Евпатория и гостей санатория встречают на ЖД вокзала Евпатории только с этого поезда. Санаторий просыпается. Как хорошая погода, так люди ходят, бродят. Кто бегает, кто готовится к завтраку. Завтрак начинается в 7.30. Завтрак ранний. Пошли к лебедушкам. Поздороваться с морем, с солнышком. Корпус тоже просыпается. Очень хорошо сделаны балкончики. Они прозрачные. Летом, конечно, уберут тент с бассейна. И вид на море будет более красивший. Этот блок на ремонте. Вот три этажа еще в ремонте. А уже четвертый буквально два дня назад заселили. Людей приехало. Много на туру выходного дня. Все потихоньку вредут к завтраку. Тихо. Так хорошо. Птички поют. Облакораживают территорию. Сейчас подойдем к белочкам. Наведаем их. Это часть лесная. С деревьями. Здесь всегда очень много птиц. Поют. Пелочки. Сидит, что-то жрет. Привет, красотулечка. Привет, моя хорошая. И ты тут. И ты тут. Ну, не мешай. Дай подруге поесть. Что такое? Что такое? Орешки есть у вас. Морковка, яблочки. И грецкий орешек. Сегодня 6 марта. 9 утра. 8 градусов. И по прогнозу. Все мое пребывание будет без солнца. Все равно море рядом. Деревья часть голые, а часть зеленые. Воздух потрясающий. Хочется дышать, дышать плотный, вкусный. Санатория облагораживают. Делают дорожки. Я вчера шла по дороге, потому что дорожек нет. Вот они только-только делают их. Часть сделали. Часть сделали. Все это к сезону, к наплыву туристов. Все будет облагорожено. Какая-то футбольная, волейбольная, баскетбольная площадка. Санатория оживает. Все же ходят, бродят по своим процедурам. Конечно, 90% это пенсионеры. Как и я. Я тоже пенсионер. Эту кошечку зовут Принцесса. Женщина второй год приезжает в санаторий. Ее все время подкармливает. Прощается, прощается. Я машину жду. Бар, кофе, обзорные экскурсии, киоски, косметика. Здесь все. Травки, настойки, крема. Крымская косметика уходовая. Здесь запах. Можно стоять и оздоровляться. Есть библиотека. Маечки. Сувениры. Завтрак. Булочки. Булочки, булочки. Но самое вкусное это яблоки печеные. Карамельная, хрустящая корочка. Сахарная. Самое вкусное это какао. Хороший заварной какао. И огромный флюс без сахара. Кому надо сахарок, пожалуйста. Все есть. И лимон, и чай, и кофе. Чай зеленый, чай черный. И кофе заварной. Так что вот так. Полышки, вилки, ножи. Кетчуп, майонез. Сыр. Взбитый маргарин. Или такое бутербродное масло. Колбаска. Сладкий салат сегодня на завтрак. Морковка, чернослив, грецкие орехи. Вчера была с курагой. Сегодня прям по салатам большое разнообразие. Обычно два салата. Хлеб белый, черный. Бульон куриный, что всегда радует. Сухарики. Суп молочный с макаронными изделиями. Всегда две кашки на утро. Кашки, супы молочные, макаронные изделия. А это суп молочный, рисовый. А вечером на ужин всегда бульончик. Макаронные изделия, но они всегда присутствуют. Дети с удовольствием берут. Каша вкусная. Вкусная кашка. Свекла тушеная с яблоками. Омлет натуральный. Можно помидорку взять. Сосиски отварные. Ого! Творог натуральный. Интересно, как вы думаете, вверху это мед? Пшеничная каша. Скрамбл. Сосиски. И вкусные блинчики. Маргарин взбитый, вместо маслицы. И колбаски. Сырок. Сырочек я себе уже положила. Морковка тушеная. Салат. Коктейль сырный. Капуста пекинская. Поборчики. Хлебушек. Так, каши. Овсяная крупа. Отлично. Обязательно молочный суп с макаронными изделиями. Макарошки. Каша кукурузная. Свеколка. Омлет. Сосиски. Это творог. Ух ты! Мой завтрак. Творог. Обалденно вкусный творог. Он желтый. Очень вкусный. Наковыряла помидор со всех кастрюль. Это украшение. Укроп. Петрушка. Не хватает овощей. Овощи, конечно, дорогие. Так бы хотелось. Укропа. Петрушку. Зеленого лучка. Омлет. Делают либо натуральный омлет, либо скрамбул. Сосиски. Кашка кукурузная. Булочка. Яблоки запеченные. Вот такая карамельная корочка красивая. Посыпают сахарком. Это прям деликатес. Для тех, кому не хватает сладости воды. Вот яблоки. Это очень полезная штука. Здесь много пектина. И очень вкусный какао. Какао настоящий. Хорошо сварен. Наполовину вода, наполовину молоко. Так что всем приятного аппетита. Мой завтрак. Омлет. Коворок. И тоненькие-тоненькие кусочки сыра. Два плавленых и два неизвестного сорта сыра. Каша кукурузная. Булочка. И запеченные яблоки. Холодное какао. Вода на молоке. Вот то, что я люблю. Все без сахара. Вот это плюс. Огромный плюс. Вот такой завтрак. Булочку всегда беру с творогом. Там хоть и сантиметр. Не сантиметр. Миллиметр творога. Но он все-таки есть. Присутствует. Булочки. Какая булочка меня сегодня победит. Ух ты, пирожки с мясом даже есть. Красиво. Каркада без сахара. Это очень радует. Компорт сухофруктов. Тоже все без сахара. Есть чай черный, чай зеленый. Сахар заменители. Пожалуйста. Майонез, кетчуп. Хрен горчица. Салат типа оливье. Жирненький, вкусненький. О, винегрет. Хлебушек, сухочки. Сух овощной. Сух рыбный. Здесь были фрукты. Морковь тушинная. В данном соусе. Каша ячневая. Вчера была вкусная кашка. Кукурузная. Беликоруски куриные. Это все интересное. Очень красиво. Потому что она соленая. А какая она должна быть? Рыба. А, вот она. Главное, так красиво. Она ее не чистит. Макаронные изделия. Жареные в соусе. По типу китайской лапши. Фасоль отварная. Сумотяга. Флор с курицей. Здесь мясо по-французски. Осталось тут что-нибудь. Сумотяга. Мясо нет. А по-французски осталось. Рыбка. Рыбка каждый день. А разная рыбка. Вот и все. Каша гречневая. С помидорками. Чахахбили. Овощи. Люля-кебаб. А рыбка какая они не пишут. Да, как правило. Рыба-камбала. Отлично. Второй зал коммерческое питание. Можно доплатить 500 рублей в сутки и пытаться тут. Скажите, а супы где берутся? А в том. Основная еда там. Это всего лишь, да? А здесь? Это коммерческое питание? Нет? А вы тут как? А? Подойдите вы там вот вы заходите. Она мне сказала за дополнительную плату. И я решила посмотреть, что же за дополнительную плату. Я понял. И все увидела. Здесь такое мощное питание на ресторане. Да? Да. Будем ехать домой, а потом вернемся. Ммм. На территории есть такой киоск, штурчики, мороженое. Что-то можно купить вкусненькое. О, сейчас мы пломбир купим. Всякие вкусняшки. Холодильник с напитками. Водичка, пиво. Кофе, пожалуйста. Чай. Ух ты, какая красота. Восточные сладости. Местные крымские. Корм для парковых уток. Вот оно что. Отлично. Сейчас мы плем мороженое. Птички распились. Сегодня пасмурно, но очень тепло. В санатории два входа и, соответственно, выхода. Я сейчас после процедур решила пропустить обед и выйти в город. Можно пройти по своему браслету. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Пропустят нас или нет. Как-то он так быстро открыл. Так, а вот куда идти? По идее, сюда направо и выход на набережную. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Главное украшение Евпатория это лебеди. Они всегда тут. Женщины купили палочки кукурузные. Это специальный корм. Для лебедей я уже это говорила. Но, повторяю, еще раз продается. Такая пачка стоит порядка 50 рублей. И впереди наш санаторий «Золотой берег». Графский корпус. Дача Терентьева. Вот такая красота. Очень красиво. Такие красивые птицы. Можно смотреть, наблюдать бесконечно. Море и лебеди. Да, город. Потихоньку просыпается. Очень многие, конечно, закрыты. Вот хуторок. Все закрыто. Набережную еще не убирали. Песок. Ротонды приводят в порядок. Это, скорее всего, на очереди ротонды. Одну ротонду делают. Вот такое не очень симпатичное. Виденье набережной. Все закрыто. Потихонечку. В апреле будут приезжать туристы. Откроются увеселительные заведения. Будет гораздо симпатичнее. А я иду пить кофе. Практически все закрыто. Но люди на пляже греются. Кормят лебедей. Солнышко вообще печет. Перепекает. Ну вот какая-то крымская косметика. Сейчас зайду, посмотрю. Ну посмотрим, что тут. Крымская косметика. Добрый день. У вас даже ячеи. Крымская косметика. Крымская косметика. Красота. Живовник. Стевия. Дешофит. Вкуснюшки. Это вообще советское прошлое. Варварда. Со вкусами. Это ябленно такие подушечки. Сахарная пудра с чем-то. Вкуснюшки. Варенье. Можжевельник. Варенье из лепестков роз. Грецкий орех. Лаванда. Тоже подушечки. Розы. Упитывается. Поэтому останется свой совет. Да. Выбрать есть что. Так что прекращаю снимать. Иду выбирать косметику. Да. Натуральная крымская косметика. Очень понравилась. Купила я себе гидролат. Розу. 200 миллилитров. Почти 600 рублей. Но описание, как всегда, отличное. И очень хорошо пахнет. Мягенький на руке остается. Подарки из Крыма. Я дошла до пешеходной улицы. И третий раз захожу в кофейню Прокофьев. Это сеть кофеин. Мне очень понравилось тут. Хорошее обслуживание. Кофе, чай. Чай очень интересный. И всякие вкусняшки. В виде тортиков. Что-нибудь подскажете? Все очень вкусное. Профитроль свежий? Да. Свежий. Давайте тогда профитроль один. Вот три красотки. Так. Победил меня профитроль. И кофе. Вот с таким видом. Что я тебе могу сказать по этому поводу? Попочти. Попочти обожаю маленький. Попочти обожаю. Наличными картами. Хорошо. 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 Иду к себе в санаторий. Выпила кофе, пирожное. Просто великолепное обслуживание. Красотульки. Котов много. Но не чипированные. Хотя, может, уже и почикали их. Киски? Ох, и киски. Экскурсия. Обзорная. Ялта, Бахчий, Сарай. В общем, можно выбирать. Оплата только наличными. Винный тур. В общем, очень много. Низкие цены. Лучше экскурсии. Сухой паёк. Можно заказать на экскурсии. Проезд и входные платы. Бахнет. Сухой паёк. Да. ekt. Пробедился. Равка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Какие же вы красивые! ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok